В армии, составляющей при этом обеспечении, являются дороги и транспорт. И этому направлению деятельности уделяем особое внимание, считаю его приоритетным. Хочу отметить, что нами уже проработана дополнительная программа, сформирована заявка на сумму 130 миллионов рублей на текущий год, в рамках дополнительного финансирования на ремонт турборов и подход к объектам социальной сферы. Затайка сейчас прорабатывается, надеюсь, что она будет утверждена. Также будет введен ремонт автоподвижных мусилов, это Ново-Успенка и Старая Медленка. Общая сумма ремонта оставляет порядка 8 миллионов рублей, это 5,5 тысяч квадратных метров. Несмотря на увеличение и усоверение к предыдущему году в этом направлении деятельности у нас присутствует, для выполнения ремонта в направлении проведения нормативного состояния всех дорог и транспорт у нас и более 1 миллиона квадратных метров. Дополнительно требуется более 1 миллиарда рублей. Задача очень простая, но есть стремление ее решить при условии поддержки федерального регионального центра. В ближайшее время планируется строительство второй очереди столового перехода. Это от улицы Гагарина до шоссе Королево. К нами уже проработан проект, утверждена смета. К работам приступаем в ближайшее время. Работа будет разбита на два этапа. Это строительство в рамках ремонта дороги от улицы Ленина до шоссе Королево. И вторым этапом будет строительство дороги от Гагарина до улицы Ленина. Это очень значимый проект. Он разбивается на два этапа. В этом году будут построены две дорожные полосы. На следующем году планируется окончание работ и строительство еще двух полос. Необходимо отметить значительное снижение объема финансирования по федеральной программе в части ремонта добровых территорий в сравнении с предыдущими годами. В период 2017 по 2020 год было благоустроено 75 добровых территорий на сумму 174 миллиона рублей. И было охвачено 124 на кварцевальных домах. У нас на сегодняшний день готовы 132 проекта по благоустройству дворов, которые одобрены жителям. 289 находятся в работе. Требуется увеличение финансирования с федеральных уровней. Будут добиваться положительные результаты данного вопроса. Также хочу отметить, что мной подана заявка на привлечение дополнительных денежных средств в размере 330 миллионов рублей по этой программе. Потому что работая депутатом, понимая значимость этой программы и те проблемы, которые ведут жители Юного двора, которые мы сталкивались с ними ежедневно. Данные на выполнении стеклянных работ в благоустройстве у нас имеются и определенные проблемы. Одной из них является нехватка коммунальной техники. Для всего 4 грамматильная потребность у нас составляет порядка 100 единиц. Имеющаяся у нас количество техники имеет износ более 70%. С начала года числично уже приняты меры. Требуют замены либо приобретения 32 единиц на сумму 250 миллионов рублей, если мы говорим о всем партнерах. Как решить эту проблему? При поддержке Вячеслава Викторовича и Николаевича Панкова нами сформирована уже заявка на покупку 6 пылесосов фирмы «Мерката». Планируем покупку в рамках предприятия трех машин КДМ в рамках лизинга, деньги уже зарезервированные, и покупка трех емкостей для полива и уборки городов. Понимая, что этой техники нам фактически не хватит, мы начнем хотя бы с чего-то, потому что весь объем довольно-таки значимый. Соответственно, с областным центром будем его прорабатывать. Проблемы с техниками у нас также имеются и в пассажирских перевозках, на общественном транспорте. Для решения парка городского электротранспорта пополняется в экстратурализме по лизинской программе на сумму 480 миллионов рублей. Документы в программу поданы, сейчас сделаем решение. Также требуется обновление автобусного парка. В городе и пригороде на линии работают 45 единиц муниципального транспорта, износ которого приближается к 100%. Необходимо обновление 41 автобусов разной вместимости на общую сумму 178 миллионов рублей. При поддержке Вячеслава Викторовича Володина планируется в ближайшее время поставка пяти автобусов марки «Газель Нест». Надеюсь, что полученную на 1 сентября технику на к нам уже придет. Я побывал не во всех селах, я проехал ряд проблем очень серьезных, где нет качественной питьевой воды. Село Маянга, село Полковка. Проблема была с водоснабжением, с поливной водой, село Натальяна. Вопросы для меня очень приоритетные в том числе, потому что люди должны иметь качественную питьевую воду. Если вопрос по воде Натальяна, благодаря депутату Госдумы, был решен, то вопрос, в принципе, по воде мы должны решать замест в ближайшее время. Значимая составляющая для Балаковского района считает создание Балаковской агломерации, куда войдут 7 ближайших муниципальных районов. Это позволит нам активно участвовать в одном федеральном проекте, привлечении дополнительных финансовых средств на развитие транспорта и социальной инфраструктуры. Организация своих трудовых и учебных процессов. От нашего правильного решения будет зависеть к источнику развития страны и нашего района на весь предстоящий период. Добиться поставленных целей мы сможем только объединив наши усилия. Считаю, что только для таких условий главная цель повысить качество жизни жителей нашего района будет достигнута. Спасибо за внимание. В соответствии со статьей 24-й устава Балаковского муниципального района при вступлении в должность глава Балаковского муниципального района приносит присягу, установленную уставом Балаковского муниципального района. Уважаемый Сергей Евгеньевич, прошу вас принести присягу. Вступая в должность главы Балаковского муниципального района Саратовской области, приносит ублюдать Конституцию Российской Федерации, Воконодательные акты Российской Федерации, Устав Саратовской области, Законы Саратовской области, Устав Балаковского муниципального района и другие муниципальные правовые акты органов местного управления Балаковского муниципального района. Уважать и хранить права и свободу человека и гражданина, защищать интересы жителей Балаковского муниципального района. Добросовестно выполнять возложенные для меня обязанности главы Балаковского муниципального района. Уважаемый Сергей Евгеньевич, поздравляю вас с главой Балаковского муниципального района. Сегодня в своем выступлении вы уже сказали, какие существуют на территории Балаковского муниципального района проблемы, какие вопросы. Эти проблемы и вопросы будут еще, будут проекты, которые реализуются и будут реализовываться на территории Балаковского муниципального района. Хочу пожелать, чтобы у вас была очень надежная команда и чтобы с этой командой, с участием депутатов всех уровней, муниципального, регионального, федерального, которые нам помогают, мы бы делали все для того, чтобы граждане Балаковского муниципального района почувствовали, что мы все усилие принимаем на то, чтобы создавать комфортную среду, о которой вы сказали, и улучшать качество их жизни.